Когда мы говорим о двухтысячных, то чаще всего имеем в виду десятилетия, нежели конкретные годы. Я же обожаю поностальгировать, и мне стало интересно, что же было в тренде в тот или иной год. Искала информацию на Google, на YouTube, так ничего я не нашла, поэтому мне пришлось самой пересмотреть все эти показы, проанализировать и выявить, что же было в тренде в 2005-м, а что вошло в моду в 2010-м. Это было незабываемое путешествие в прошлое, а некоторые бренды, например, такие как Dior, вообще повергли меня в шок. В общем, собралось очень много интересной информации, именно поэтому я и решила сделать это видео. Всем привет, с вами Юля, я дизайнер бренда Julia F, и в этом видео мы с вами пробежимся по модным показам прошлого, а точнее с 2000-го по 2010-й год. Я посмотрела показы каждого года пяти популярных брендов для того, чтобы создать такую общую картину. Кстати, если вы до сих пор еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь, поставьте лайк этому видео и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть обзора трендов с 2011 года до наших дней. Ну что, готовы? Поехали! В 2000-м год был представлен сдержанными цветами. Белый, бежевый, коричневый, серый, черный, лиловый. В тканях явно отдали предпочтение трикотажу. Безусловно, были представлены и кожа, и шифон, сверкали люрексы, пайетки. На подиумах мелькали модели в укороченных шортах, в узких брюках, которые заправлялись в ботинки с высоким голенищем, и юбки-карандаш. Можно было увидеть много кардиганов, шифоновых блуз с бантом или более классического фасона, но максимально расстегнутые. Цветовая гамма 2001 года более конкретная, потому что в коллекциях не было промежуточных оттенков. Явно выделялись следующие цвета. Черный, белый, фиолетовый, коричневый, какао, оранжевый и красный. Баленсиага добавила перья в сборок и рюш в ready-to-wear образы, а Гуччи представили атласные брюки и корсеты на чашке. В этом году остаются юбки до колена и либо классические, либо асимметричные. У Prada можно было заметить укороченные пиджаки и образы с классической рубашкой и юбкой ай-силуэта. Также были представлены топы бра, прозрачные топы и платья. Год остается верный черному и белому цветам. Также были представлены оттенки оранжевого, золотой и розовый. По силуэтам фасоны стали более свободные. Юбки прямые, карандаш или в складку до колена или миди. Брюки также стали более широкими, но остаются прямыми. В некоторых образах мы можем заметить прозрачные платья или юбки, надетые поверх брюк. Появились мини-платья и блузы маечного стиля без рукавов и с глубоким декольте. Кардиганы нам демонстрируют надетыми на рубашки. В 2003 году на подиумах появляются капри. Прадо удивили цветовыми сочетаниями, разбавив уже привычную цветовую гамму с зеленым, розовым и оранжевым. Получилось сочно. Появились блузки и рубашки с коротким рукавом. Такой рукав встречается еще и в гольфах, и в платьях по версии Болинсиаго. Также мы увидели откровенные мини, а Гуччи сделали акцент на топы с цельнокройным рукавом. В 2004 году Прадо решили разбавить цветовую гамму голубым цветом, что действительно добавило какой-то свежести. Снова мелькали капри по фигуре брючного кроя, атласные обтягивающие брюки и прямые широкие. В платьях отметила следующее – миди или выше колена с фасоном без рукава. Или платье по фигуре ниже колена, а сверху на шлейках якобы маечный верх. Юбки-карандаш мелькали часто, а Шанел показали нам укороченный вариант подобного вида юбок. Прадо удивили внедрением горчичного цвета во многие модели своей коллекции 2005. А Болинсиаго практически 80% использовали глубокий синий. Узкие атласные брюки по фигуре продолжают быть актуальными. Появились юбки-миди на кокетке, мини-юбки в складку, гольфы и чулки. Дом Диор представил жакеты приталенные и нижняя часть будто баско. Короткие шорты и прямые широкие брюки также актуальны. А Гуччи представили платье и топы на чашках. На этот раз появляется очень яркий принт – полоска. Ее нам представила Болинсиаго. У Диор почти все было шифоновое и бежевое. У Прадо акцент на широкие шлейки в платьях по цветам удивил Лагерфельд. На показе в 2006 году мы увидели и фиолетовый, и желтый, и коралловый. Объединяет все это низкая посадка в брюках и короткие узкие шорты. В 2007 начали появляться более свободные блейзеры. В приталенных сделали акцент на заостренные приподнятые плечики. Тюбки-карандаш также наблюдаем на показах. Свежими цветами можно выделить фиолетовый, бордовый, оливковый. На показе Болинсиаго было представлено много лаке и металлической ткани. Появились удлиненные жилетки. И новинка – бахрома из материала, из которого сделано изделие. Из кожи – кожаная бахрома из ткани – тканевая. В 2008 году начало появляться больше каких-то цветочных повторений, предпочтений в принтах у модных домов. И теперь показы не так явно выглядят, как отдельные произведения искусства, а как разные музыкальные инструменты одного оркестра. Слава богу, можно проще анализировать общую картину. Из принтов появилось очень много клетки, причем на любой вкус. Плюс полоска, ее было много и мелкой, и крупной, и тут плавно принт полоски перетекает в принт зебры, который представил Диор. А также впервые упоминается Леопард. Был представлен цветочный принт. В принципе, он и раньше встречался, но мелкий, а на этот раз цветы крупные, а у Гуччи было будто бы переплетение полоски и цветов. У Шанел был свой принт крупные звезды. Модные дома представили нам много денима, широкие джинсы, причем низкая посадка остается, бермуды, также появляется юбка-шорты. В силуэте сделан акцент на широкие плечи и узкую талию. Появилась укороченная приталенная верхняя одежда, блейзер, куртка, а вместе с ним и болеро. У Гуччи было очень много образов с юбкой ай-силуэта. В 2009 году на подиумах часто мелькал принт питон, также появился горох. Цветов акцентных было много у каждого модного дома, самым частым оказался розовый. Цветные колготки и колготки с люрексом представили нам баленсиаго. Были образы в отрезных платьях, с верхом по фигуре и свободным многослойным низом. А также нам показали акцент на талии в виде широкого пояса. Топы, как бюстгальтеры и юбки-карандаш – частые гости. И появляется жилетка с глубоким овальным вырезом и со шлейками по спинке. В 2010 году появляется разнообразие в шортах. Бермуды, велосипедки, очень короткие шорты. Платья становятся более романтичными за счет рюш, а фасон блейзеров приталенный и с объемной баской. Появляются цветные узкие брюки, жилеты с капюшоном и кожаные куртки по фигуре. Если заглянуть в осенний показ, например, баленсиаго, то мы можем увидеть яркие колготки. Эх, какое было время! Вот знаете, мы сейчас говорили про показы, про то, что было в моде, а я вспоминаю, как носила плотные фиолетовые колготки или узкие джинсы-дудочки, как мы их тогда называли, еще и бедровки. С воспоминаниями о конкретных вещах приходят воспоминания о каких-то событиях, где я была, что делала, вплоть до запахов. Вот, например, вспомнила, как в 2009 году на мое 15-летие родители подарили мне поездку в Париж, откуда я привезла свои первые кеды и розовую юбку в мелкий цветочек, который носила как топ. А какие у вас возникли воспоминания? И вообще, интересовались ли вы трендами в 2000-х? И вообще, сколько вам тогда было лет? В общем, пишите свои ответы в комментариях, будет безумно интересно почитать. Это видео было экспериментальным, и если вам понравилась эта идея, дайте, пожалуйста, знать, тогда я быстрее сниму обзор на тренды следующего десятилетия. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения и пока-пока!